Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто текает со станом экономики своего региона. У программы «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите у сёняшним выпуску. Посылки на какую сумму можно будет заказывать за мяжем, кольки товара удозволено перевозить особистам, и кие пошлины вводятся за перевышение кошту и ваги паштовых отправлений альбо багажу. Доведуемся у специалистов. Белорусская чигунка укоронила новую послугу – онлайн-вертание электронных проездных билетов, а покупки, заказанные у интернет-магазинах, можно будет вертать на протягу ты дня. Что увогу ли гарантует нам закон об обороне правов споживцов, расскажет экономист. Як адрознюються цены на продукты на прудковском рынку и у краме «Океян»? Параунаем и зробим выводы. Об этом подробязано у нашим сёняшним выпуску. У Беларуси с 14-го красавяка вводятся новые лимиты на товары, набытые за мяжой. С этого часа можно будет без пошлина отримывать замежные посылки для уластного использования на сумму не больше 22 евро в месяц и вагой до 10 килограмов. Например, вы заказываете и оплачиваете у замежном интернет-магазине товар за 25 евро. Сумку, туфли, телефон – всё, что угодно. Если посылка прийдет в Минск, нужно будет оплатить пошлину 30% от превышения кошту, а не меньше 4 евро за килограмм. А старается и на дворот. Сумма за лимит не выходит, а вага перевышена. Альбо не укладываются у нормы одразу обо два параметры. В случае, если стоимость, к примеру, будет 20 евро, а вес посылки 12 килограммов, то будут взиматься таможенные платежи в зависимости от веса. То есть за 2 килограмма лишние, 4 на 2, 8 евро подлежат уплате, плюс сбор за совершение таможенных операций 5 евро. К примеру, вы заказали посылку стоимостью 25 евро весом, к примеру, 15 килограммов. Тут в этом случае расчет немножко сложнее за счет того, что ставка комбинирована. Будет рассчитываться как от стоимостной составляющей, то есть превышающей 22 евро, так и от весовой. И та, которая окажется больше, та и подлежит уплате. То есть либо это будет 30% от стоимости в части превышения, либо 4 евро за килограмм превышения. Зменения сгодны указу президента номер 40 тысяч и приватных поездок. Коли вы регулярно подорожничаете за покупками у соседней краины, то в первый раз мыть не дозволить беспощное перевести товары по раннейших нормах на сумму у полторы тысячи евро и в огонь не больше 50 килограммов. А вот потом три месяца при каждом пересечении мяжи придется заплатить пошлину с товаром коштом свыше 300 евро, альбо тяжей за 20 килограммов. Але и тут есть нюансы. Без пошлины, навык при выконании коштовых и ваговых нормах, можно провозить товары для улазного корыстания. Для коммерцейных метов только с додатковой оплатой и ответным мытным оформлением. Белорусская Чигунка укоронила новую послугу – онлайн-вертание электронных проездных билетов. Новое введение дозволить полепшить якость обслуговывания пассажиров и приватность корыстания онлайн-системы и продажи билетов. Вертание проездного можно оформить непосредственно на сайте Белорусской Чигунки у разделе «Асабистый кабинет». При этом гроши будут залечены на банковскую картку, с допомогой якой ожитявлялся платеж. Больше потребностей информации о парадке вертание билету размещено на сайте Белорусской Чигунки. Даречу, першиню проезд пассажиров по электронных проездных билетах был организованы амальча три года тому. Цекавость до этой послуги возрастает. Только за один месяц этого года праздинтернет-ресурс реализованы с выше 12% всех чигуночных билетов. Даречу, товары, набытые у интернет-магазинах, можно будет вертать на протягу ты дня. Такие смены могут быть унесены у закон об обороне правоу спожилцов. Специалисты плануют увести понятие «перед охолодживания» для покупок, набытых у интернете альбо заказанных по поште. Даречу вернуть можно будзе любый якосный товар. Калі изменения у закон будзе приняты, гэтая норма будзе тычыцца і складана технічных товараў. Зразуміло, кожны з нас пронабыти і використані товару, калі небудь сутыкаўся з проблемой обороны своіх правоу покупника. І незаўсёды наші досвеченності хапала, ка правільно їх отстоять. Що необходно памятать, калі вы зауважили, що набытый товар не отповядай своім характерыстыкам, і що вогу ли гарантуе нам закон об обороне правоу спожилців? Расскажа економіст. «Например, гражданин купил роторную косилку для сенокошення, а йому продаю вещь, которая не подходит для цели. Косилка работала, как газонокосилка, і не исполняла функцій сенокошення. Т.е. продавец не предоставил необхідимую информацию, недостоверную, о данном товаре. Хорошо, якщо продавец попался порядочным, а якщо нет, как же потребитель може защитити своі права, і якими правами він обладає. В соответствии со статтєю 5 закона Республіка Беларусь о защите прав потребителей, ви имеєте право на следующі основні вопросы, моменти. Це інформація о товарах, роботах, услугах, це надлежащае качество товаров, роботи і услуг, в тому числі безпецість цих товаров, надлежаща комплектність, надлежащае количество товара. Возміщення в полному об'ємі убитків, вреда, причинені, в следстві, недостатков товара, роботи і услуги. В тому числі на компенсацию морального вреда. І заросну защіту, в тому числі на обращення в суд і об'єстну защіту. Споживець, якому продадзіний товар неналежна якості, коли його недохопы не були оговорені продавцом, має право по своїм выборам потрабувати заміну недоброякостного товару, зуразмерного зміншення його кошту, неоткладного безплатного устранення недохопов, альбо компенсации расходів на рамонт. ДОБРАНІЇ 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 Но перед этим накируйте свои претензии в заказном листе продавцу. В отворотном случае он может послаться на то, что в першине ушла в этой проблеме. Когда же отказы у стислые термины вы не отримаете, то смело звертайтесь у высшей названной инстанции. А зараз отправимся за продуктами на прудковский рынок и у краму океан, яка находится в микрорайоне Аэродром. Спочатку ознайомимся с ценами на весновую зеленину. Пучок перья цибули на рынку 5000, у краме свыше 8. Танейше на прудковском и кроп с пятрушкой, яка огурки от 24 до 35 тысяч за килограмм. Помидоры и груши выгоднее купить на отворот у краме. Тут же набудем и куринные продукты. Галенку амаль по 34 тысяч за килограмм, стягно прикладно по 40, крыло меньше чем по 30. З рыбных асортимент у океаней танейшая хек из Кумбрея, а ментай и мойву купим на рынку. На гэтым сёняшній выпуск завершены. З вами была Марина Северьянова. До сустречы, простыдень!